Ребята, вот вы отменились в большом числе саундтреков, да, насколько я знаю? Вот скажите, пожалуйста, вот насколько вообще сложно писать музыку именно под фильмы? Под фильмы писать музыку практически противопоказано. Сдаёт нервы, сдаёт мозг, сдаёт всякое человеческое терпение. Потому что если пишешь музыку для радио, возьмёт, не возьмёт, ты учитываешь мнение трёх-четырёх сторон. Но в фильме ты учитываешь мнение двадцати сторон, а потом фильм вдруг, как в случае из Камеди Клод, перепродаётся, и всё начинается заново. Понятно. А вот в Камеди Клод очень много музыкантов, да, там Тимур Родринис, музыкант, который уже в сольная клава не пустился, да, Паша Воля тот же музыкант. Скажите, пожалуйста, они как-то пытались там влиять на вас? Они так на нас повлияли, что Паша Воля вместо песни, которая была, насчитал свой рэп. Остался только припев и немножко, он мне ещё разрешил по песню «Плеток». Зато музыка вся наша. Понятно. Скажите, пожалуйста, как работалось с Камеди для самого лучшего фильма? То есть, вообще, насколько вам понравилось? А с Камеди работалось так, как мы и представляли себе. Мы их вообще не видели. Никак не видели и не слышали, делали своё дело. И только с Пашкой, и встретились три раза, записались, побухали, повеселили, и разошлись. А ещё было весело на клипе. А что было весело? Диван непрелесного рэп. Но ещё до этого, в момент сочинения песни, произошёл такой случай, пришёл Гарик Мартиросян на репетицию, посоветовал, выразил своё пожелание по поводу песни. Мы сделали совершенно наоборот, и ему понравилось. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, вот сейчас уже какие-то симпы есть на радио, да? А вот когда будет полновесная пастик-то? То есть, что вот, когда мы все ждать вот этого? Ну, мы надеемся, что в конце октября мы наконец-то разродимся нашим первым альбомом, он будет называться «А вот и счастье». И сейчас мы боремся за то, что самая красивая песня, которую ещё никто не слышал, она красивее, чем её звали «Вилли и ты, Ваян», стала синглом, и как бы было предвестником выпуска этого альбома. Как ты называешь эту песню, Атонелёв? Скоро дождь. Песня называется «Скоро дождь». Лишь, но это не было пророчено. Да, сегодня вот как раз мы молились, чтобы было тёплое, чистое небо, и практически так, может быть, не очень тепло, зато сухо. Спасибо вам большое. Ждём в конце октября вашего альбома. Я надеюсь, что все девушки, которые здесь собрались, они тоже вас ждут.